Неуловимые мстители Четверка мстителей убивает своего сверстника Гришку Казачка, сына друга атамана Бурнаша. Данька переодевается в его вещи и под видом гринни отправляется прямо в стан врага и втирается в доверие. Но о том, что казачок засланный, бандиты догадываются. Верные друзья спасают Даньку и квитаются с лютым. До моста дотянем, дальше они не сунутся. Там свои. Режиссер неуловимых Эдмонд Киасаян за основу сюжета взял повесть Павла Бляхина «Красные дьяволята» и внес некоторые изменения. Героев стало четверо, а не трое. Вместо китайца Ю-Ю появился Яшка Цыган, дал другие имена брату и сестре. А четвертым мстителем стал гимназист Валерка. Фильм был снят в 1966 году. Его посмотрели более 50 миллионов зрителей. Кинокартине и актерам сопутствовал оглушительный успех. Вы нам только шепните, мы на помощь придем. Кстати, знаменитая песня «Погоня» появляется только во втором фильме трилогии «Новые приключения неуловимых». Эта картина вышла в 1968 году, а в 1971 и третья «Корона Российской империи» или «Снова неуловимые». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова